Приветствую вас, мои дорогие подписчики! Сегодня по вашим просьбам мы сделаем с вами расклад на желание. Пока я тасую карты, загадывайте желание. Карты будут три. И вы загадываете желание и загадываете номер карты. Первая, вторая или третья. И мы смотрим, сбудется оно или нет. И давайте посмотрим. Сегодня у нас солнечное затмение. Не забывайте, будьте осторожны, предельно осторожны в дороге. Не подписывайте сегодня важных бумаг. И не делайте ничего такого радикального, что может изменить судьбу. Потому что сегодня не самый благоприятный день. Просто напоминаю, сегодня 2 июля у нас. Итак, мои дорогие, думаем о желании, загадываем. Я вытаскиваю три карты. Первая, вторая и третья. И мы смотрим. Так, желание загадали. Мы смотрим. Кто загадал желание и загадал ответ в карте номер один. Ох, вы знаете, тут как бы есть желание, но будут очень какие-то обстоятельства, быстро меняющие, как сказать, какое-то направление, что ли. Вот вы очень быстро, вот эта карта, это восьмерка жезлов у нас, она нам говорит о быстро принятом, о молниеносном принятии решений. То есть, что-то будете менять, что-то быстро куда-то торопиться, либо вот в голову вдруг придет такая мысль, озарит вас, и действуйте этой мысли. И то есть, конечно, это желание будет зависеть от вашей реакции. Я редко не говорю, сбудется или исполнится, или не исполнится, но в этом случае, то есть, это полностью будет зависеть от вас. То есть, кто загадал желание и загадал карту номер один, тот должен, в общем-то, должен понимать, что от вашей быстрой реакции будет зависеть исполнение этого желания. Вот так скажем. Вот так это можно сказать. Так, кто загадал желание и загадал карту номер два, смотрим. Ох, мои дорогие, конечно, это карта влюбленная, я покажу ее на камеру. И что я могу сказать по этому поводу? Кто же загадал желание и карту номер два, то, скорее всего, это желание о личной жизни какой-то, да, вот что-то, вы сбудется ли там встречу, не встречу, там помиримся, ну кто, что в личной жизни. Я вам могу сказать, что желание ваше сбудется и в положительную, очень в положительной, в положительной такой окраске прям, потому что карта самая позитивная для влюбленных, если так можно сказать. Вот, кто, мы понимаем, что аудитория многомиллионная, поэтому, может быть, кто-то не в личной сфере загадывал желание. Тоже могу сказать, что желание ваше сбудется. Любите свое дело, любите то, чем вы занимаетесь. И, в общем-то, ну мы сейчас не трактуем, я просто говорю, что желание, карта номер два говорит о том, что ваше желание, мои дорогие, кто ее загадал, сбудется, сбудется с огромным знаком плюс. Так, теперь смотрим, кто загадал желание и загадал карту номер три. Так, карта номер три, желание достаточно важное для вашей жизни, даже если вы этому не придаете значения, просто вот как бы желаете. Я что могу сказать, эта карта у нас луна, я покажу, это у нас старший аркан, это говорит о немаловажности желание. Ну что я могу сказать, вот здесь у вас какая-то неясность, вот неясность, и желание ваше, вы даже сами не понимаете, вот многие, кто загадал карту номер три, нужно ли вам, чтобы это желание исполнялось вообще, просто, как сказать, будьте осознанными, что это за желание такое. Это, во-первых, вам неясна сама ситуация, если оно исполнится, что будет дальше, если оно не исполнится. В общем, я что могу сказать, ребята, вот для тех, кто загадал карту номер три и желание, немножко надо в другой сфере поработать, прежде чем хотеть вот этого, понимаете. Потому что, ну вот я не знаю, понятно то, что я говорю, я надеюсь очень, что понятно, потому что, когда человек загадывает желание, он понимает, для чего ему нужно исполнение этого желания. А вот здесь как раз-таки очень неясно, зачем вам исполнение того желания, которое вы загадали. Вот так я могу трактовать, то есть поработайте в другой области немножко, а потом уже думайте, надо ли вам вот это загаданное или нет. Вот как-то так, вот сегодня у нас такой, как, в общем-то, как сказать, неопределенные какие-то у нас такие желания, какие-то, не знаю, однозначно ответить нельзя. Возможно, возможно, на нас влияет солнечное затмение сегодняшнее, которое будет в 22.17. Многие источники пишут 22.22. Вот, ну, тем не менее, ребята, сегодня, кто знает ритуалы, проводите ритуалы. Вообще сегодня лучше побыть в одиночестве. Не рекомендуется сегодня путешествия, поездки, потому что они не принесут вам удовольствия, понимаете. Вот, в общем, не буду много говорить по этому поводу. Тем не менее, кто находится в пути, я желаю вам, я желаю вам удачного пути, вот так можно сказать. И хорошего отдыха, кто едет отдыхать, а кто возвращается, я знаю таких, кто сегодня возвращается. Ну, с возвращением, мои дорогие. Все, я всех люблю, целую, пока-пока. И хорошего вам лета.